Всем привет! Меня зовут Лео. И в этом шоу вы узнаете все. И даже больше о звездах шоу-бизнеса. Какие у них планы на будущее и что скрывают в прошлом, обещаю. Будет интересно. Сегодня у меня в гостях позитивный и талантливый Бакс. Руслан Тагиев. Солист популярной группы «Градусы» и автор хитов, которые знают и любят все. Бакс объявил о начале сольной карьеры. И сегодня мы поговорим именно об этом. Бакс. Руслан Тагиев. Популярный музыкант, диджей, а также один из вокалистов группы «Градусы». Изначально исполнитель начинал карьерный путь в качестве пекаря, но быстро поменял десерты на ноты. В 2023-м артист все еще продолжает деятельность в составе известного коллектива, но также решил уделить внимание и личным творческим амбициям. Привет, Бакс. Прежде чем начать, расскажи, как твои дела и как вообще настроение. Настроение всегда отличное, у меня другого не бывает. Спасибо моему городу, родному, моей земле и моим родителям. Они меня зарядили постоянным, круглосуточным позитивом. Как мои дела? Очень просто. Я сейчас записал предновогодний трек. На очереди выход моего очередного трека, который будет называться «Пойдем со мной». Чуть попозже репетиции, подготовка к весеннему большому концерту. Еще до градусов ты начинал как диджей Бакс. Расскажи, кто придумал такое название и почему? В молодости у меня был не очень красивый или, скажем так, правильный прикус. И у меня торчали как две дироллины вот так вот передних два зуба. Я был похож на кролика. Я решил долго, чтобы не мучились мои друзья, сам себе придумаю такую погремуху. Ну, то есть, как бы, прозвище. И назвал себя Баксом родственно от кролика Бакса Бани, если знаешь такого. Соответственно, все сразу согласились с этим и очень охотно меня называли Баксом. Ну, а вот в последнее время как-то очень люди странно реагируют на Бакса и начинают прикручивать мне понятие, что я как-то связан с какой-то зеленой бумажкой денежной, американской. Вот. Но это не так. Всего лишь кролик Бакс Бани. Почему в этом году ты решил вспомнить проект, с которого все начиналось? Скажем так, вот у меня есть сын и дочка. Я же хочу, чтобы они посмотрели мир. Я их постоянно отправляю куда-нибудь путешествовать. Путешествую с ними сам. Хочу, чтобы они впитывали, наслаждались всем. Так же и с моими песнями. Они у меня все время писались, писались, писались. В какой-то момент я решил, ну, почему я их только один знаю? Я хочу, чтобы их узнал весь мир. И как своих детей из своих песен я стал выливать. Недавно у тебя вышел трек «Ты не подходи». Расскажи про него. Это очень дорогой мне трек, поскольку я очень трепетно отношусь к трекам, которые придумываются таким образом. Сначала музыка, а потом стихи. То есть появился мотив. Мне он был примерно схожим с песней Иванушки Интернешнл «Тучи». Знаешь, такой «Дай на небе тучи, тучи, а тучи как люди». Тучи как люди, да. И я такой думаю, почему только у Иванушек Интернешнл должна быть такая песня? Я хочу себе такую же. Начал делать музыку. И по ходу дела, когда стала появляться музычка, я примерно стал представлять, что бы туда могло подойти. Ну, наверное же, конечно же, песня о любви. Ну, я не просто сделал о любви. Ну, то есть как бы как-то банально, да. Я тебя люблю, ты меня не любишь, снег. Я тебя не люблю, ты меня любишь, дождь. Нет. Я решил, что это будет песня о такой любви, когда человек как бы говорит своему будущему возлюбленному, если у тебя намерения несерьезные, если ты собираешься со мной просто поиграться, давай даже не начинать. Так появилась песня «Ты не подходи». Кстати, за этот год ты успел выпустить уже пять треков. Ты сам сочиняешь песни? Сочиняю сам. Иногда прибегаю к помощи, как и в треке «Ты не подходи». Арсения Арделяну. У него есть своя группа «Стоунт». Он замечательный поэт, как мне кажется, поэт-песенник. И он мне помогает иногда распетлять те самые стишки, которые вот для меня очень сложные. Например, «Ты не подходи», там припев «Ты не подходи». Если нет огня, столько, чтобы разжечь сердце у меня. И дальше у меня был ступор. И вот Арсений мне помог и придумал вот этот вот дальнейший текст. «Спичек в коробке ровно на двоих. Так давай с тобой, не намочим их». Мне показалось это очень в кассу. Ну, то есть нормально. И таким образом отвечаю на твой вопрос. Мне иногда помогают люди. Но окончательное сведение, аранжировку и все вот эти нюансы уже мне помогает еще и команда. Макс Хмара, Андрей Тимонин, Геннадий Лагутин. Все эти ребята в моей большой команде. Так что надо иногда делегировать и отдавать какие-то процессы. Песня «Депрессия» на самом деле очень веселая. Скажи, а как ты сам относишься к такому состоянию? Стараюсь из него доставать самое нужное. То есть когда у меня начинается какое-нибудь депрессивное настроение или около того, я погружаюсь в него еще сильнее, достаю прям ногой до самого дна, потом сажусь на дно, расслабляюсь и в этом состоянии пишу песни. Поэтому мне депрессия, наверное, помогает и делает как бы работу за меня в некотором роде. Для создания новых хитов кто или что тебя вдохновляет? Жизнь, все явления, все процессы, которые происходят вокруг меня. Есть ли какие-нибудь планы на будущее? Может быть, уже запланирован концерт? Конечно. Концерт будет весной. Я пока не раскрываю карт, не говорю, какое число. Мы договариваемся с площадкой. Ну и, естественно, идет такая планомерная работа. То есть мы репетируем с ребятами. Концерт будет вживую. У меня будут музыканты. Не знаю пока насчет танцевального какого-то оформления, какой-то поддержки. Также не понимаю, пока нужна ли декорация какая-то большая, масштабная. Но, тем не менее, я порадую. И на тот момент, я думаю, трек один или два уже заколосятся на радио. И люди меня узнают не только в формате моих друзей, а и действительно новые почитатели. Моя фан-база расширится. Я очень на это надеюсь. Спасибо тебе. На этой ноте мы переходим к трем необычным вопросам и заданиям от зрителей. Итак, у меня есть коробочка, в которой спрятаны вопросы и задания твоих фанатов. Достань три бумажки и выполни то, что они просят. Так, я надеюсь, я сегодня отжиматься не буду. Но одно из заданий придумал наш гость. Так, поехали. Первая бумажка. Придумай провокационное задание для следующего гостя программы. Попробуем просто поиграться с растяжкой людей. Да? Пускай сделают вот так. Или вот так. Это будет сложно. Окей, я надеюсь, у него все получится. Следующее. Погнали. Выполни задание от прошлого гостя. Им был певец Брэндон Стоун. Я знаю этого человека. И он попросил тебя отжаться сто раз прямо в студии. Ну вот, он тебе и загадал его. Дорогой Брэндон, ввиду своей максимальной нефизической подготовленности, точнее физической неподготовленности, я передаю это задание Парам-пам-пам. С Соколовском. Вот так. Хорошо. В прошлом ты увлекался хип-хоп-культурой. Можешь в эфире зачитать фристайл про жару, либо исполнить битбокс. Конечно, битбокс. Я с текстом, честно говоря, как ты уже понял, не на «ты», поэтому я исполню битбокс. Тебе в каком стиле? В каком хочешь. Именно хип-хоп. Да. Класс. Да. Спасибо за эти замечательные каверзные вопросы. Молодец. Ты отлично справился со всеми заданиями. А теперь переходим к финальному этапу. Блиц-опрос. Сразу скажу, что детские вопросы всегда с подвохом. Но нужно отвечать быстро и не задумываясь. Готов? Да. Ты в прошлом был пекарем. Так ответь, без чего хлеб не испечь? Без корки. Правильно. Спасибо. Что не войдет в самую большую кастрюлю? Кастрюля побольше. Дуршлаг. Крышка. Так, давайте не подсказывайте. Является ли каша в голове пищей для ума? Нет. Какими нотами можно измерить пространство? Пространство можно измерить только коричневыми. Не-не-не. Ми? Милями. Да что ж такое. Разносит просто в пух и прах. И финал. Поделись своим личным девисом по жизни. Танцуй пока, молодой. Засчитано. Спасибо тебе за то, что пришел в гости и ответил на все вопросы. На этом мы заканчиваем наше шоу. Было приятно пообщаться. От души целую ваши уши. Сегодня у меня в гостях был Бакс, Руслан Тагиев. Солист популярной группы «Градусы» и автор хитов, которые знают и любят все. Увидимся через неделю в это же время. Всем пока!